Сегодня у нас состоялась очередная встреча с председателем правления «Газпрома» с Алексеем Борисовичем Миллером. Мы обсудили ряд важных вопросов, которые прежде всего касаются деятельности «Газпрома» на территории нашей республики. И главным является то, что мы реализуем уже 10 лет соглашение с «Газпромом». Последние 7 лет мы реализуем договор между республикой Саха-Якутия и «Газпромом». И основные вопросы, основные темы, они на сегодня реализованы. Поэтому я внес предложение заключить новый документ по взаимодействию и сотрудничеству между республикой Саха-Якутия и «Газпромом». В рамках тех реалий, которые сложились сегодня в нашей стране, а в том числе и в республике. И это предложение со стороны Алексея Борисовича поддержано. И мы договорились, что в Санкт-Петербургском экономическом форуме это соглашение будет подписано. А до этого двухсторонняя рабочая группа будет заниматься подготовкой этого важного документа в жизни нашей республики. Это первый вопрос, который необходимо нам сегодня отрагулировать. Второе направление, это уже более конкретные вопросы. Я обратился с поддержкой оказания помощи непосредственно по мероприятиям столетия республики, которые мы будем отмечать в 2022 году. И договорились, что с этого года начинается строительство детских спортивных комплексов, физкультурно-здоровительных комплексов. У нас будет таких четыре, начиная с этого года и по 2021 год будут построены такие комплексы в Ленске, в Алдане, в Нюрнгере и в городе Якутске. Вот такую договоренность мы уже сегодня имеем. Это очень важно, потому что «Газпром» все-таки социально ориентированная компания, которая поддерживает. У нас уже в Якутске один объект построен, детский спортивный комплекс в районе аэропорта. И я думаю, что это будет для нас очень большим подспорьем. Следующий вопрос, который мы обсудили, все-таки участие наших ученых в сопровождении реализации программы «Строительство силы Сибири» и «Академия наук Республики Саха-Якутия», «Институт» из тех проблем к этим работам привлекались. Я уже договаривался раньше по этим вопросам, и осваивались. И эту работу будем продолжать. Алексей Борисович своим поручением уже этот вопрос поддержал. Далее мы сегодня обсудили вопросы, связанные с участием наших предприятий в освоении силы Сибири. Наверняка наши люди уже знают о том, что в лице Саха-Транспирки «Газа» мы сегодня работаем полным ходом по строительству магистрали, с точки зрения подготовки трассы, с точки зрения создания просек. Я понимаю, что здесь есть определенные трудности, и, не взирая на это, я попросил, чтобы наши предприятия были и дальше привлечены. И привлечены, кроме того, и Саха-Транспирки «Газ» на обустройство Чаиндийского месторождения, на более сложную работу, чтобы было поддержано и дано соответствующее поручение подразделениям «Газпрома». Далее мы ввели разговор о платеже налогов в республиканский бюджет. Мы провели разговор по возмещению вреда, который наносят автомобили тяжелые, большегрузные нашим автодорогам в рамках требований федерального законодательства, принятых решений правительства Российской Федерации. Я думаю, здесь тоже мы в следующем году получим определенную такую сумму, что ли, дополнительную к тому, что сегодня мы получаем. И последнее мы обговорили программу газификации вокруг трассы «Сила Сибири». Это речь идет о Ленском, Алёпинском, Алданском, Ириндийском районах. И в этом году он дал поручение выделить 340 миллионов рублей на проектирование проекта газификации в этих районах. Поэтому сегодня разговор у нас оказался более прагматичный, имеет определенный прикладной характер. И я думаю, что все это будет реализовано, потому что до сегодняшнего дня все договоренности выполнялись. Я, конечно, проинформировал по реализации наших совместных решений, которые принимались до этого. Имеется в виду и привлечение наших рабочих, наших предприятий. Это и по платежам ведет республики, и по развитию связи. В частности, мы сегодня добились, чтобы спутника и группа «Газпрома» работала на развитии связи республики. Все эти вопросы осуждены. И, конечно, Русей Борисович понимает, насколько будет повышаться роль «Газпрома» в социально-экономическом развитии республики Сахаев. Спасибо.